Издательство Эксмо представляет Гейдар Джималь Логика монотеизма Избранные лекции О методологии мысли в исламе 19 августа 2012 года Сегодня главная проблема исламского политического движения это способность четко и ясно формулировать повестку дня, формулировать исламскую идеологию Нужно понять однозначно, что исламская идеология это не просто повторение теологических позиций в догматической форме а это способность внятно изложить принципы своей веры на языке современной философии Если кому-то не нравится слово философия и оно кажется не исламским то можно сказать так, категориальная логическая мысль Мусульмане обязаны излагать свою веру, свою концепцию свое понимание реальности не на специальном конфессиональном догматическом языке а на языке категориальной логической мысли Это не возврат к Аристотелю, не возврат к Платону не возврат к первым векам исламской истории когда масса новых интеллектуалов исламского мира была увлечена Аристотелем называла его учителем была школа восточных перипатетиков где уходили очень далеко от коранического учения о реальности вплоть до совпадения по взглядам с Аристотелем по поводу неуничтожимости материи вечности мира и так далее Это не возврат к этому Мы должны излагать на категориальном языке коранические принципы в форме логической доктрины которая была бы абсолютно понятна, ясна и действенна для умов не воспитанных внутри ислама Нужно преодолеть негативное отношение мусульман к категориальной логической мысли потому что это негативное отношение основано на недоразумении Мусульмане думают, что философствовать значит лукаво мудрствовать исследовать своим мнением по поводу тех вещей о которых они не знают и не могут знать которые находятся вне их опыта вне их восприятия И действительно следовать таким мнениям рассуждать на эту тему это не более чем домыслы особенно когда у нас есть ясные указания в откровении но ведь философия не сводится к рассуждению о том, чем является объективная реальность особенно тот ее невидимый, незримый аспект называемый гайбат который находится за пределами чувственного опыта философия не сводится только к этому а на самом деле наиболее оперативная и существенная часть философии это понимание собственной мысли а ведь мыслящему его собственная мысль открыта мусульмане должны понимать как работает человеческая мысль и управлять этой человеческой мыслью чтобы она являлась зеркалом отражающим исламскую теологию кораническую науку кораническое знание и изучение мысли это не следование мнениям это не рассуждение о вещах которые находятся за пределами твоего опыта и твоей досягаемости а анализ того что происходит внутри тебя о том как собственно говоря твоя собственная голова работает вот этого сегодня не хватает и именно шаг в этом направлении превращает нас из пассивных страдательных объектов воздействия исторического процесса в активных самостоятельных субъектных игроков которые делают историю мы должны перейти сегодня от состояния объекта истории в качество в состояние субъекта истории а также если у вас был в качестве как науку так как науку